А мы можем у вас тут одну минутку посидеть и пообщаться? Пожалуйста, я вам не помешаю? Нет, мы вам тоже вам не помешали. Какой вы тут дома? Что думаете? Я думаю, что я все-таки дома. Понятно. Давайте тогда мы с вами отталкиваемся от реалий. Видимо, 100% не уверены. Правильно? Да. Настолько? Да. Настолько? Настолько? Да. Настолько? Просто когда мне говорили, что отдадите, вы на сколько процентов? Нет. Ну, там, если ты говоришь, на час я сам не буду. Тогда рассказывайте. Откуда у вас до 50-го числа, вот на 3,5. Вот я сейчас, когда я хочу занять, я даю до 50-го числа эту сумму, мне дай мне. Где вы мне дай мне? Ну да, что же? У Николая не было денег, чтобы процентов было. Я не могу. Хорошо. Смотрите. Денег вы не найдете. 90% из стажа, но вы не найдете. Что дальше? Что мне? Я не могу. Каким образом? Ну, ну, хорошо, пожалуйста. Я уже не буду подавать. Это аукционы. Дом идет на 3,600. А возможно, что дешевле. Возможно, пойдет с понижением. Если первый аукцион не состоялся, то пойдет на 15% дешевле стоимость. И причем имейте ввиду. Да, после десятого, конечно. Но я хочу сказать, что имейте ввиду, если вы бы позволите провести дело в аукционы, если мы с вами сейчас не заключим соглашение об судном, соглашение об судном, я вас оставлю просто на улице без копейки. Я это сделаю с чемпусом. Забудем об этом. У вас нет денег. И сегодня мы должны занять, собрать, если у вас была реальная возможность, то на суд сегодня мы могли принести часть полностью без разницы. И вы бы этот вопрос уже решали. Денег у вас нет. У вас нет. И тогда была реальная возможность заключить в суде мировое соглашение. Да. Вот видите, вот вы сегодня хотели, не из нас хотели денег, у вас на десятки не будет. Определяйте, что с дому произойдет. Вы понимаете, что у вас выгиб на улице? Ну, я это все понимаю. Ну, нет, вот, допустим, у меня деньги есть, куда мы идти, вон, договорить? Хватит, пожалуйста. Перестаньте, пожалуйста, на самом деле рука. Туда вы не знаете, куда с деньгами идти. Вот и дело в стране. Деньги вот туда вам снимите. Дело не в этом. Было бы с чем идти. Денег у вас нет. Давайте решать, что с дому. Переоформляйте его на меня. Еще долго. Я с продажем. Я не буду ждать. Я еще раз говорю. Если вы доведете дело до аукциону, то он просто не сделает. Там она обещала, 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 обещала. Да, да, да. Продаю, продаю. На днем все-то раз. Говорит, я не буду ничего делать. Зачем вы ко мне подойдете? На сделку ко мне подойдете? Мне нужно тогда средпалатой договариваться. Заказывать, чтобы они приезжали. Мне нужно сказать об этом Дмитрию Петровичу, чтобы он делал соглашение об уступном. Вы ко мне завтра придете, я как бы не готова, как снег на поле. Подготовить документы как минимум надо. Если мы сейчас с вами приходим к согласию, мы с меня посовещать. Заслушайте меня. Зачем совещаться? Я говорю, вы на улице останетесь. С кем совещаться? Уже все сроки прошли. Принимайте взрослые решения. Вся ответственность на вас. На вас все это повесили. Вас крайне сделали. С кем совещаться? С Николаем, который вас обудит. Как мама не горит. Просто смотрите, сейчас на аукцион будет выставляться это имущество. Пройдет какое-то время. Месяц-два-три пройдет. И вы сами понимаете, и проценты, и все остальное. Это еще будет. Я вам говорила месяц назад. Включайтесь с нами, агентский договор. Буду продавать дом. Я тогда не буду в суд обращаться. Вы меня не слышали. Вы на меня смотрели глазами стеклянными. И говорили, я деньги найду. Все. До суда дошли. Решение суда вынесли. Денег нет. Вы сейчас дальше куда двигаетесь? Вы в углу уже. Дальше нет. Вы пятницы. Что думаете? Я не буду вам никакого времени давать. Либо вы завтра говорите, поскольку вы приходите на сделку, либо я еще раз говорю, вы останетесь на улице и будете мне еще должны. Какое вам время? Потому что мы уже больше pool тереться. Я enable вам до конца.